Всем добрый день, с вами Эйден, спасибо, что открыли ролик, написали комментарий, поставили лайк, подписались на канал, нажали колокольчик и все такое. Сегодня мы открываем новую рубрику, я пока не знаю, как ее назвать, предлагайте свои варианты названия в комментариях. Суть рубрики в том, что мы покупаем супер дешевую технику и стараемся найти самое выгодное предложение и забираем этот гаджет. В конце концов, мы обозреваем технику и делаем вывод, можно ли за такие деньги ее купить, или мы купили какую-то фигню, которую мы только уничтожим в конечном итоге. Пишите также варианты техники, которые мы можем купить, а сегодня мы займемся приобретением айфона. Найдем самый дешевый и самый выгодный рабочий айфон, купим и проверим, что там мы получили. Модель, на которой я решил остановиться, это айфон 5С, потому что мне очень нравится его дизайн. Я, в принципе, хочу купить себе как второй телефон со второй сим-карты, чисто для, там, почты, звонков, никакого инстаграма, никакого контакта, на них есть ссылки в описании, между прочим. Этого здесь не будет. Тупо такая рабочая, стильная машинка. Айфон 5С официально нигде не выходит, есть только его восстановленные модели. Ну, то есть первое, то, что я нахожу, это есть сайт, где восстанавливают айфоны, но неофициально, то есть нет компании Apple. Соответственно, здесь мы получаем кота в мешке, потому что компоненты здесь в основном сделаны из подпольного Китая, неоригинальные и не знаю, сколько это все проработано, поэтому здесь недолго думаю, я сразу захожу на Авито. Итак, у нас есть айфон 6С. Опять же, сразу, как только я выбрал 5С, почему-то Авито мне предлагает шестерки, пятерки, но все, кроме 5С. 5С, 16 гигов, бу, белый, плюс коробка за 7500, чувак, ну ты очень дорого его продаешь на самом деле. Есть, ребят, магазин какой-то, который восстанавливает телефон, и вот здесь 5С на 16 гигов стоит якобы 4000. Это плохой вариант, потому что я уже один раз, мне довелось купить айфон подобно пересобранный, это был просто ужас. К счастью, удалось его толкнуть на Авито. Надеюсь, что меня также сейчас не толкнут какой-нибудь якобы оригинальный телефон с собранными внутренними запчастями из Китая. Айфон 5С в идеальном состоянии, полный комплект с оригинальной коробкой, всего лишь за 3200. Опять же, никто не пишет, сколько там гигабайт. А еще есть какой-то негативный отзыв. Сделка не состоялась, продавец не отправил товар. У данного продавца столик был куплен для ноутбука. Ладно, это какое-то разводило, мы не будем даже ему звонить, потому что отзывы ужасные о нем, то, что он какие-то поставляет товары, не самые лучшие. Айфон 5С, телефон в рабочем состоянии, 900 рублей, все то, что надо, аккумулятор держит в чем же подвох. А в том, что он на андроиде, причем он выглядит по фотографиям реально как айфон 5С, без какого-либо подвоха. О, а мне ответила женщина, которая за 3000 рублей продает айфон, но ей нельзя позвонить. Есть даже фотография, где она сама в примерке какого-то магазина с этим телефоном стоит. Есть чехольчик в комплекте, в подарок новенький, такой дырочный. Есть макбук у нее, видимо, в комплекте с айфоном идет, отлично. Вроде бы все хорошо, и состояние отличное, коробка, все в рабочем состоянии, батарейку поставил новую. Чехлы в подарок, пластиковый, зеленый, с Ван Гогом. Короче, если в течение часа мы сможем с ней встретиться, а я надеюсь, что мы сможем с ней встретиться, то мы забираем айфон. Я офигею, конечно, ребят, с этого авито. У женщины написано то, что площадь восстания, место, где она типа живет, и где мы можем встретиться. В итоге она мне пишет, а вы не могли бы доехать до Мегабибенко? Мы встретимся там на фудкорте, и все, я вам продам. Получается, мы взяли телефон за 3000, я не знаю, получится ли с ней как-то договориться о том, чтобы цена была чуть-чуть поменьше, но те сэкономленные 500 рублей мы потратим на платную дорогу, на бензин туда-обратно и на кучу времени, которое мы потратим впустую. Знаете, всегда происходит все как на злом. Приехали в Мега, чтобы совершить сделку, в итоге Мегу эвакуировали, мы не можем найти нашу продавщицу, потому что она не указала свой номер телефона нигде, сейчас не отвечает просто, она работает, видимо, в этой Меге, я не знаю, что случилось, но Мега, как говорят, заминирована, вот. Поэтому надеюсь, что все в порядке с ней, с нашим айфоном. Мы пытаемся где-то найти, вот сейчас, не знаю, искать просто и будем. Подходить к каждому человеку и спрашивать, у вас есть айфон 5C? Я думаю, найдем рано или поздно. Зарядка там есть, да? У меня зарядки нет, у меня есть суток. Без зарядки, да? Зарядка у меня накрылась. А, да, хорошо. У аккумулятора меняли, да, то есть он нормально держит заряд? Да, экран тоже менял. Здесь сброшено, да? Да, все сброшено. Все сброшено. Да, перевел. Спасибо, до свидания. Короче, сделка совершена. Она должна была быть в теплом фудкорте, чтобы я все четко проверял. Но из-за эвакуации и минирования Меги мы забрали наш голубой синенький айфончик. Вот. И я, честно, очень мало его проверял. На самом деле, так делать никому не советую. Вроде как все работает. Единственное, мне уже, я только сейчас заметил, когда я его забрал, что экран здесь засвечен немножко. Видите, такой белый. Слушайте, такой прикольный, такой стильный. Мне так нравится, что он такой небольшой, такой удобный. Ладно, сейчас полностью его посмотрим в тепле. Погнали. И в данном случае мы приобрели реально кота в мешке, потому что был расчет на то, что я все проверю при нормальном дневном свете. В фудкорте магазина я зайду в настройки, все сделаю. Ну, а так как я ее ждал, наверное, порядка 20 минут на лютом морозе, желания что-то проверять и вообще возможности тоже не было. Давайте посмотрим вообще, с какой комплектацией за 3000 рублей мне удалось приобрести айфон 5C. Здесь есть, казалось бы, да, кейс с наушниками. Вау, это супер, это классно, но наушников здесь никаких нет. Не знаю, зачем она мне решила оставить просто кейс. Также здесь остался адаптер питания, оригинальный, кстати говоря, Apple-овский, но саму зарядку она, как сказала, тоже потеряла. Пленочка. Все прям, как будто я получаю реально новое качественное устройство, но на самом деле оно далеко не новое. Сразу хочется сказать, мы его уже в дороге немножко протестировали. Я приклеил металлический круг, чтобы держатель для машины нормально держал этот телефон. Опять же, я вот его хочу использовать как мультимедийное устройство именно в дороге. То есть я хочу, чтобы оно всегда стояло в машине, небольшой телефон, чтобы был навигатор, и Apple-музыка, которая будет воткнута в AUX. То есть основная задача, чтобы здесь был, конечно, 3,5-миллиметровый джек и Lightning, чтобы это все работало автономно. Поэтому, в принципе, то, насколько здесь заряд, допустим, держится в сутки, мне не важно, потому что я буду использовать его именно как дополнительное устройство исключительно для навигации, музыки, почты, мессенджеров и звонков. Все. Опять же, когда вы покупаете товар на Авито, у вас в любом случае будут подводные камни откуда-то выходить, и в данном случае они постепенно уже проявляются. Во-первых, здесь неоригинальный экран, то есть он был здесь заменен, и видны небольшие засветы именно с левой части экрана. То есть если я сейчас включу что-нибудь белое, можем даже здесь увидеть то, что вот засвет, вот засвет. То есть вся верхняя часть, она в таких прям белых пятнах, и на белом фоне это будет очень сильно видно. Меня в целом это не раздражает, опять же, я здесь не киношки смотреть планирую, поэтому мне все равно. Ну, то есть, опять же, если сравнить с седьмым Айфоном, да, с оригинальным, вот мы включаем максимальную яркость, вот я вам даже покажу еще разбитый такой же телефон, то есть, видите, оригинальная матрица, она в любом случае здесь ярче, здесь какой-то Китай. Мне безумно нравится, я прям кайфую от такого вот пластика, то есть пластиковый корпус, конечно, он по таксильным ощущениям дешевле, но по цвету он очень классный, поэтому мне кажется, что разговаривать по нему, там писать смс-ки, где-то чатиться, будет очень комфортно, используя только одну руку. В принципе, для этого я действительно его приобретал. Плюс, ребят, это 3000 рублей. За 3000 рублей ни один новый Android смартфон невозможно купить, чтобы он был нормальный. Конечно, телефону много лет, но это Apple, ребят, это качество, это архитектура. И вот с архитектурой, конечно, здесь есть большие проблемы. А именно в том, что телефон, как я уже узнал позже, не обновляется здесь до последней iOS. То есть, самая последняя iOS, которая здесь есть, это десятая. Десятая iOS, все нормально, в целом она не глючит, я ее помню, пользовался очень много времени, но есть большой минус в том, что App Store не поддерживает практически все современные требовательные программы. То есть, например, если я хочу скачать приложение YouTube, поставить его здесь, чтобы смотреть какие-то ролики, я этого сделать не смогу, потому что для данного контента требуется iOS 11 и новее. То есть, у Apple вот такая система, она постепенно свои старые продукты на нет запрасывает. То есть, я могу здесь пользоваться только Telegram, мессенджерами, даже Яндекс.Навигатор и то не ставится. Благо, нормально работает 2GIS, и нормально работает Google Maps. Яндекс.Музыка тоже не устанавливается, то есть, есть только Apple Music, благо, я пользуюсь именно этой платформой, и здесь нормально все. Из минусов здесь, конечно, почему-то хуже гораздо ловит связь. То есть, опять же, если одна и та же симка, допустим, вставлена в новом айфоне или в другом любом телефоне, она загружает гораздо лучше, гораздо быстрее. Но, опять же, Wi-Fi, 5 Гц, LTE, это все есть. Здесь у меня есть творческая студия, я могу посмотреть, сколько я заработал денег со своего канала. Кстати, кто сможет увидеть цифру, которая здесь написана, и напишет об этом в комментариях, тот получит ровно 1% от этой суммы. Конечно, нет Touch ID, нет PayPass, то есть, оплачивать не получится. Это все не нужно, ребята. Вот это просто вот, это тупо звонилка. Звонилка, которая выглядит достаточно стильно. Про камеру тоже ничего говорить не будем. Здесь она не менялась, здесь она такая же, как на пяток айфонов. Конечно, она говеная. Ну, если здесь даже Инстаграм нельзя скачать, о каких вообще фотографиях речь идти может. Я считаю то, что эта покупка оказалась успешной. Опять же, можно было сторговаться до 2,5, я уверен, если бы мы долго торговались. Но я просто считаю, что вот этому телефону 3000 рублей за глаза цена дешевле не надо. То есть, вообще, изначально мы хотели взять Android за такую же цену, там в районе 3-4 тысяч рублей. Но мы посмотрели, там одни Dexpo, которые по качеству даже камеры уступают фразы вот этой камере, которой уже много-много лет, которые по процессору уступают этому процессору. Конечно, да, аккумуль проседает быстро, но здесь он менялся. Я думаю, что если захочется, можно поменять его на более дорогой, на оригинальный и вообще спокойно ходить. Но мне нужно, чтобы он спокойно работал от сети в машине. И здесь ситуация позволяет. Если мы соберем 5000 лайков за 3 дня под этим видео, активнее ставьте лайки, то я сделаю челлендж и полностью откажусь от всех остальных смартфонов и постараюсь целую неделю прожить именно с этим телефоном. И расскажу вам на своем втором канале I Den Every Day, где сейчас выходит видео каждый день, об опыте использования еженедельным вот этого телефона. Я буду снимать каждый день видео, сейчас в рамках влога декабря, и показывать, как я уживаюсь с этим телефоном. Мне кажется, что челлендж такой будет достаточно интересен. Опять же, если ваша активность будет максимальной, мы спокойно это все проведем. Ну а с вами был I Den. Если нравится рубрика, опять же, поддерживайте лайками, пишите в комментариях, какой товар, какую дешевую технику купить в следующий раз и сделать такой же более-менее доскональный подробный обзор. Я прислушаюсь к вашему мнению. Предлагайте варианты названий для этой рубрики в комментариях. Опять же, ее название мы берем, автору дарим тысячу рублей в качестве вознаграждения. С вами был I Den. Скоро на новых роликах. Я всех люблю. Целую, внимаю, удачи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова